Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я знаю, что мы вышли из регламента, постарались быть максимально собранным и наверстать упущенное. Хочу представить вам результаты применения протокола ускоренного выздоровления в хирургии опухолей легкого. В России каждый год порядка 11 тысяч человек нуждаются в хирургическом лечении этой проблемы. Операции трудные, тяжелые, сопряжены с большим количеством осложнений и значимой летальностью. Европейское общество улучшенной реабилитации существует больше 20 лет. Совсем недавно появилась, буквально пару месяцев назад, большая статья. Все, кто не читал, искренне не рекомендую. Она посвящена основным принципам улучшенной реабилитации пациентов после операции на легких. Там суммарно порядка 45 пунктов. Они, в принципе, большинство из них интеллективно понятны. Это тот протокол, который ввели мы, начали мы использовать его в 2014 году, то есть значимо раньше, чем он был опубликован. Немножко громоздко выглядит. Сейчас я постараюсь коротко остановиться на наиболее значимых этапах. Амбулаторно пациент обязательно осматривается оперирующим хирургом, а не просто врачом поликлиники, онкологом и анестезиологом. Желательно рекомендовать пациентам отказываться от курения, однако практически это трудно выполнить, потому что по тем данным, которые опубликованы в настоящее время, положительные эффекты отказа от курения возникают через 4 недели и позже. Это длительный срок. Мы стараемся оперировать больных, не дожидаясь этого периода времени. И важно рекомендовать нутритивную поддержку тем пациентам, которые в ней нуждаются. Стационарный этап. Пациенты госпитализируются накануне операции. Есть рекомендации госпитализировать больных в день операции, но нам кажется это недостаточно безопасным. Хирург должен обладать неограниченным временем для того, чтобы еще раз увидеть больного, не торопясь почитать анализы, снова пересмотреть снимки томографии и иметь возможность в случае чего изменить лечебную тактику. В крупных стационарах, где идет поток пациентов, если больной ложится в момент, в день операции, это не всегда возможно. Важно. Пациенты не ограничены в еде накануне операции. В последний раз жидкости принимают за 2 часа до наркоза. Нет примедикации, нет подготовки кишечника. Анестезиологическое пособие совсем коротко. Тут все, в общем, не так понятно. Согревание пациентов принципиальная важная вещь. И ранняя экстубация пациента на столе. Хирургическая техника. Сегодня мы много говорили относительно доступов в грудную клетку. Начиная от ракотомии и заканчивая роботическими операциями. В этой же статье Европейского общества улучшенной реабилитации внятно и конкретно со ссылкой на большое количество исследований сказано следующее, что количество портов в плевральную полость не влияет на результат. Через 2-3 недели ни пациент, ни вы не вспомните, сколько у него было портов. 1, 2, либо 3. Вопрос безопасности во время процедуры, он является гораздо более значимым и гораздо более важным. Каждый хирург должен сам определять то, как ему удобно, то, как он считает правильно выполнять торкоскопию. И так и нужно делать. Если нет уверенности в принципе в возможности выполнения торкоскопии, нет смысла гоняться за этим доступом. Год спустя, когда пациент придет, не дай бог, к вам с рецидивом, ему будет все равно, сделали вы торкотомию, либо вы сделали ему торкоскопическую операцию. Это является важным и основным моментом, а не то, какой косметический эффект, или то, какое количество кетарола, либо тормодола у нас экономим с вами в неделю после операции. Дренирование плевральной полости. Рутину устанавливается только один дренаж. Опять же, в большинстве современных исследований говорится о том, что сила разряжения должна быть минимальной. Большинство авторов говорят о том, что если нет особенных факторов риска, как развитая эмфизема, либо другие проблемы, возможно использовать пассивное дренирование плевральной полости. Раннее удаление. Буквально неделю назад был конгресс Французского общества кардиотракальных хирургов. Мне удалось там поучаствовать и пообщаться с коллегами. Многие из крупных центров во Франции убирают дренаж в первый день после операции. То есть вечером того же дня, если нет сброса воздуха, дренаж удаляется при нормальной картине на рентгене, при полном расправлении легкого. И использование бездренажных методик. Это тоже возможно при небольших объемах резекции у пациентов без факторов риска и при гладко прошедших операциях. Послеоперационный период он, в общем, тоже интуитивно понятен. Пациенты должны вставать и двигаться в день операции. В этот же день они возобновляют питание. Выписка возможна при уровне боли менее трех ПУВАШ, отсутствии лихорадки и возможность самообслуживания пациента. Материалы и методы. Работу мы начали с 2014 года в условиях лечебно-реабилитационного центра в Москве. Продолжили ее в первой клинической больнице группы по компании МЕДСИ начиная с 2017 года. Отбор был больных достаточно строгий. Сюда включены только те пациенты, у которых удалось выполнить туркоскопические резекции полностью без конверсии, без особенных усугубляющих факторов. В него вошли 137 пациентов при сублобарных резекциях легкого. Большинство из них выполнено в связи с метастатическим болезнью. И примерно четверть пациентов с первичным раком легкого, либо при непереносимости функционального удаления в объеме анатомической доли, либо при распространенных стадиях болезни, когда необходима морфологическая верификация и иным способом ее не получить. В случае первичного рака легкого на ранних стадиях всегда выполняется радикальная лимфодисекция. Резекция. Время операции в среднем составило 50 минут, кровопотеря меньше 50 мл. Послеоперационный койко-день в пределах 4 дней. Количество осложнений небольшое. У 9 пациентов это примерно 6% человек. И их тяжесть невысока. Большинство из них это назначение антибактериальной терапии в связи с возникновением воспалительной инфильтрации паренхима. Наш опыт бездренажного ведения пациентов. У 33 пациентов после сублобарных резекций плевральный дренаж не устанавливался вообще. В конце операции под контролем эндоскопа просим анестезиолога раздуть легкое, активно через установленный дренаж высасываем оставшийся воздух и наглухо вышивается плевральная полость. В этот же день обязательно делается рентгенография для того, чтобы подтвердить, что легкое в последующем не полностью занимает объем плевральной полости. Были осложнения, их также немного, это порядка 6%. Двум больным все-таки приходилось ставить дренаж в тот же день после операции. Значимо снизился послеоперационный койко-день. Если в группе сублобарных резекций с дренированием МОН-4, здесь это 2 дня. Трукоскопические лобоктомии 79 человек. Среднее время операции 3 часа. Кровопотеря порядка 100 мл. Послеоперационный койко-день в среднем составил 5. Были и значительно дольше находились пациенты. Осложнения возникли примерно в 20% случаев, в том числе несколько тяжелых пациентов, которые длительное время находились в реанимации, но их немного. Суммарно, если брать обе группы, то все осложнения, которые случались, это порядка в 10% случаев. Больше всего это воспалительные изменения в легких, которые потребовали назначения антибиотиков, нарушения ритма, которые купировались медикаментозно. Триа стадия – это подместная анестезия, это редренирование плевральных полостей, плевральные пункции. Трукоскопии выполнялись либо при существующем длительное время в недостаточном аэростазе, либо при невозможности иным способом выполнить ревизию санацию плевральной полости. 4А – это тяжелая пневмония, требующая нахождения в реанимации. Один пациент в исходе тяжелой пневмонии возникла полиорганная недостаточность, потребующая гемодиализа и длительного нахождения в реанимации. Летальных исходов не было. Повторные специализации были в обоих группах. Это было 6 пациентов, которые после выписки возвращались. Обычно это происходит в течение первой недели после выписки, крайне редко после 10 дней. И также пациенты либо возвращаются к пневмонии, либо это накопившиеся экссудат, требующие дренирования либо пункции плевральной полости. Все они в последующем также выписаны домой в хорошем состоянии. В нашей серии, честно скажу, эта методика, которую мы позаимствовали у наших британских коллег, это извлечение препарата через суксифоидальный доступ. Все, кто практикует тракоскопические операции, знают, что в принципе через 1, 2, 3 порта, это не суть важно, можно сделать радикальный объем операции с доступом в межреберье порядка 1 см. И расширять какой-то из межреберьей для просто извлечения препарата, ну, достаточно неразумно, нелогично. И все мы знаем, что мешки рвутся, к сожалению, иногда. Все мы знаем, что приходится сильно, мягко скажем так, тянуть этот препарат через межреберье. Объективно значимое усилие оказывается на межреберьные нервы. И мы считали, что может повлиять на болевой синдром после. Суксифоидальный доступ и под мочевидным отрезком 4-5 см выполняется разрез, разделяется паневроз. Не проникая в брюшную полость, формируется канал по переднему средостению. Как в правую, так и в левую плевральную полость можно дойти. И там нет жестких анатомических структур. И, в принципе, любого размера препарат можно удалить через этот доступ. Однако при изучении количества анальгетиков, которые используются после операции, в общем, достоверной разницы мы не обнаружили. Поэтому сейчас для нас это в большей степени вопрос комфорта и простоты завершения операции, чем забота о, скажем так, комфорте пациента. Ну и в заключении, то есть использование протокола ускоренного выздоровления возможно в практике. Он удобен, комфортен, не требует большого количества затрат. Единственное, нужно мотивировать медсестер, коллег, анестезиологов и всех людей, которые работают вокруг. В последующем, в общем, это работает уже автоматически. Он позволяет достичь хороших результатов, уменьшить количество осложнений, сократить среднюю длительность нахождения пациента в стационаре. Спасибо. Да, пожалуйста, у кого уже возникли вопросы, да, пожалуйста. Да, да, да. Будьте добры презентацию. Шесть человек, это 10... Презентацию, вы будете добры назад? И 150, да? И 150, ну порядка 6% человек повторно возвращались. То есть в течение недели, 10 дней. Это 4%. Ну, это немного, в принципе, как сказать, коллеги, мы же понимаем, и без этого пациенты иногда возвращаются. Те центры, куда больные не возвращаются, это скорее не очень правильно, потому что они вынуждены те осложнения, которые случаются, лечить по месту жительства, где уровень медицинской помощи далеко всегда не идеален, мягко скажем. Да, пожалуйста. Только к нам. Это... Любой больной тоже, как бы, это особенность обоих учреждений, при выписке всегда пишут, что ухудшение состояния здоровья оставляются всегда контактные телефоны нашего отделения, круглосуточно они госпитализируются. В том случае, если не случается каких-то катастроф, ну, вот по месту жительства, когда они зовут скорую, их везут в больницу к себе, если они планово, грубо говоря, дождутся утра и позвонят, что нам стало плохо, мы всегда по УМС забираем больных и занимаемся ими сами. Арменоник, если, пожалуйста. Цель простая – это достижение, лучших результатов лечения для больных. Цель у нас у всех одинаковая, чтобы больной лучше... Цель благая, так сказать. Цель благая. Логика простая. Мы не фанатики и тоже все прекрасно понимаем, что это те больные, у которых опухоли находятся субфлеврально. Это те больные, у которых нет эмфиземы. Это те больные, у которых максимум – это два сшивающих аппарата, которые легли гладко, которые на бабл-тест под водой нет сброса при расправлении лёгкого. Это те больные, которые находятся под контролем. И, в общем, мы не домой, их в этот же день отпускаем, они находятся у нас. Повторный дренировок. Напряжённых пневмотораксов не было ни разу. Честно скажу. Пневмотораксы были. Их, как нам кажется, немного. И, как нам кажется, в общем, повторное дренирование – это небольшая беда. Они случаются и в других ситуациях. И, в общем... При спонтанных пневмотораксах, скажем, да? Ну, это, скажем, кровотечение нормально. Давайте, Андрей Борисович. Как кровотник? Мочевой катет ставится на анатомические резекции. Лёгко при предположительной длительности операции больше двух часов, и он удаляется в наркозе. Перед экстубацией мочевой катет развлекается. Самое позднее, там пожилые люди, мужчины с ДГПЖ, они остаются, да. Центральные вены также ставятся всегда при анатомических резекциях. Анестезиологи всегда с настороженностью относятся к тракальным операциям. Всегда мы помним о том, что существует риск травм в магистральных сосудах. Опять же, еремные мы предпочитаем неподключичные еремные вены, которые оставляются нам максимум сутки после операции. При переводе в отделение... Стандартно. Это профилактика за 30 минут до разреза кожи цифилоспорина второго отделения, второго поколения. При стандартно прошедшей операции после операции антибиотики не используются вообще. Не ставим. Вообще. Хорошо, еще, пожалуйста. Да, пожалуйста. Предоперационная подготовка. Первое, это госпитализация накануне. Внятное объяснение согласия на операцию до понимания больным родственникам, что происходит. Это душ накануне операции обязательно и утром в день операции. Еда накануне операции без ограничений, включая ужин, отсутствие механической подготовки кишечника. С утра, обычно мы говорим, с 6 до 7 утра пациент выпивает два стакана светлой жидкости. Ну, собственно, и все. Ну, антибиотика, профилактика и тромбопрофилактика, естественно, это в соответствии с рекомендациями. Еще вопросы? Ну, у нас всегда возникают вопросы, когда появляется что-то новое, да, вот, когда к вац и рац мы уже так сильно и не относимся, да, они уже попозже появились, пораньше, вернее, появились. Поскольку вот новые тенденции, как можно фаст-трек, у нас возникают вопросы еще, пока сознание не перестроится, потому что наше сознание построено таким образом, сначала воспринимается это, фу, какая чушь, потом в этом что-то есть, а потом кто же этого не знает. Поэтому вот мы сейчас пока находимся, пока это в первой стадии осознания, какая чушь, но я думаю, что тенденции, они все-таки заставляют нас идти и брать самое рациональное из того, что предлагается. Ну, еще какие вопросы есть? Вопросы? Нет? Спасибо большое, Александр. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok